Привет, я Дмитрий Фреско и это мой кулинарный блог. Сегодня я расскажу о соусе Ала Маринара. Представьте себе Италию 450 лет назад. Страна нищих крестьян и нищих же рыбаков, моряков. Многодетные семьи. Ну чем их кормить? В таком климате очень хорошо растет пшеница. Именно поэтому в итальянской кухне главенствующее положение занимает всевозможные виды паст. Но каждый день сжать макароны не будешь, от этого сойдет с ума и самый крепкий духом человек. Итальянские матери семейств нашли выход из положения. Они стали из одного и того же теста лепить всевозможные виды паст. А когда семьи раскусили эту их хитрость, они стали изобретать различные соусы и заправлять пастой ими. Так выпьем же за гениальную выдумку. И приготовим сегодня один из самых простых, из самых вкусных соусов в итальянской кухне. Соус Ала Маринара. Википедия нам говорит, что этот соус в середине 16 века изобрели корабельные коки. Мол, из-за кислоты в помидорах этот соус прекрасно хранился. Но мы с вами понимаем, что это полная чушь. Потому что, во-первых, помидоры, сколько их ни вари, на жаре забухтят уже на второй день. А во-вторых, глупость про кислоту мог написать только тот человек, который в Италии никогда помидоров не ел. Они там из-за жары чудовищно сладкие. А сейчас в сотейнике или сковородке нам нужно разогреть оливковое масло. Мой оператор, в погоне за здоровым образом жизни, ратует только за рафинированное. Я рассторонник Extra Virgin, потому что он обладает вкусом и ароматом. Пусть боятся канцерогенов те, кто не может уследить за нагревом и сжигает в пережаренном масле весь чеснок. Мы же лишь прогреем, чтобы его эфирные масла растворились в масле. Сразу же добавляем сухие ароматные травы. Это орегано и базилик. Чтобы чеснок отдал масло свои ароматы, достаточно буквально 10-15 секунд. Я уже очень много лет не встречал в магазинах действительно вкусных помидор. Поэтому для соуса рекомендую использовать консервированные. В банках в собственном соку обесшкуренные, либо порубленные. Вот пасту не порекомендую, потому что черт его не знает, что-то понапихал жадный производитель для увеличения объема. Добавляем обесшкуренные помидоры. Все, теперь остается только ждать. Минут 20-25 все покипит, побулькает. За это время лишняя вода выпарится, все загустеет, естественные сахары карамелизуются, а соус станет увлочительно вкусным. Пока он набирается ароматов, расскажу вам главный секрет. В Италии, как мы знаем, помидоры очень сладкие. А в этом блюде чаще всего используют еще и помидоры сорта Сан-Марцана. Они вообще отличаются очень концентрированным вкусом и большим содержанием сахаров. Вплоть до того, что итальянские повара вынуждены часто использовать уксус в качестве подкислителя. В России вы, скорее всего, таких не найдете. Поэтому не стесняйтесь использовать для доведения до вкуса соль, уксус и сахар. Соус должен иметь яркий кисло-сладкий вкус. Да, надо добавить немного сахара и буквально ложку яблочного уксуса. Этот соус я использую и для пиццы, и, естественно, для пасты. Посолим в воду. Попробуйте спагетти ало-маринаро с пармезаном. Это действительно очень вкусно. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. А я продолжу свою кулинарную пропаганду в следующих выпусках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!